Приветствую вас. Вопрос, который вы задаете, на мой взгляд, достаточно деликатный. Он связан с вашей деятельностью, с вашей профессией, которую вы выбрали. Вот. Он связан с вашим отношением к себе и к жизни. Он связан с вашим отношением к людям. Вот. И, знаете, всё зависит от того, что именно вы хотите менять. Что именно вы хотите делать. Если вам нравится профессия, которая у вас есть сейчас, да, в ней нет ничего плохого, она профессия как профессия. Вот. Если она вам нравится, то нужно исходить из того, что вы делаете, да. Можно и нужно исходить из того, что вы делаете. И уже на этом стараться заработать какое-то место, какие-то ресурсы. То есть вы можете заниматься распределением людей. Вы можете заниматься организацией поездок, да, организацией людей. Вы можете организовывать встречи. То есть вы можете в этой сфере, в сфере, в которой вы работаете, вы можете просто достичь большего. Вы можете просто достичь больших высот, и тогда я полагаю, что подобных вопросов у вас стоять не будет. Вот. Вот. Это... С одной стороны. Да. С другой стороны... Если вам не нравится то, что вы делаете, если вам не нравится то, чем вы занимаетесь, то я думаю, что в этом случае нужно менять сам подход к деятельности своей. То есть, например, учиться, да, овладеть какой-то профессией. Проанализировать, как так получилось, что вы вот стали заниматься тем, чем занимаетесь. Еще раз повторю, в этом нет ничего плохого. Но то, что у вас выбита почва под ногами, апатия и так далее, говорит о том, что вы слишком сильно прикипели к человеку. Вот. Не очень понятно, сколько вы жили в Израиле, да, сколько вы жили с своим молодым человеком и его родителями. Кстати, а почему с его родителями? Вот. Родители здесь, они вообще при чем? Это немного странно, конечно. Вот. Также непонятно, знал ли мужчина о вашей профессии, о том, чем вы занимаетесь, и как он воспринял тот факт, что вы, значит, ну, уезжаете, что вы оставляете его. Вот. Это тоже такой аспект, который, на мой взгляд, требуется разобрать, потому что он весьма и весьма важный. Вот. Вот. Но тем не менее. На мой взгляд, у вас ярко выражена психотическая модель поведения, то есть вы зависите достаточно сильно от людей, да. Ну, в частности, вот от молодого человека, возможно. Вот. Вот. И то, что вы пишите, что хотите купаться в любви, я полагаю, что это ваша основная, может быть, проблема или ваш основной конфликт, что вам недостаточно любви. То есть вы ее, как бы, недополучаете любовь. То есть вы, вы хотите любви, любви. И все, что вы делаете, возможно, это для этого, для любви. Вот. Опять же, повторюсь, что я не утверждаю наверняка то, что говорю. Я просто исхожу из того, что вы написали. Вот. Может быть, вы сознательно пришли в эту профессию, может быть, она вам нравится, и вы, как бы, получаете от этого удовольствия. Не знаю. Вот. Но совершенно очевидно, что, ну, у вас есть некая личностная проблематика, связанная либо с неопределенностью в жизни, либо с потребностью той же в любви, либо что-то еще. Вот. То есть, ну, либо какие-то еще есть у вас моменты, о которых вы здесь не говорите. Вот. Можно делать много выводов. Ну, лучше, конечно, если свою историю вы расскажете сами. Да? Вот. Вот. А, примечательно, что вы не задаете вопрос. Свой. То есть, то есть, нет вопросов у вас. Чего хотите от психологов, что вам нужно от него. Вот. Вот. И это, на самом деле, да, порождает определенную интерпретацию. То есть, возможность для интерпретации ответа. Понимаете? То есть, вот, вам ответили, да, например, ну, например, я ответил вам. И вы можете, как бы, сказать, что, а вот мне ответ не подходит. То есть, например, да, то есть, ну, мне ответ не подущая. Или я, там, например, спрашивал совсем не то. Или еще что-то. То есть, отсутствие запроса, отсутствие запроса порождает, вольное интерпретирование. Понимаете? Это хорошо. Или это возможно, когда концертирование происходит очно, да, или когда, непосредственно, вот, в диалоге. Как, как бы. То есть, тут, в принципе, ну, тут, в принципе, вполне это, это может быть. Но не в тексте. Не в тексте, потому что текст все-таки накладывает свои определенные определенные опечатки. Вот. И, на мой взгляд, мне кажется, что имеет смысл вам вот об этих вещах подумать. То есть, вам имеет смысл подумать именно на тему того, как, собственно говоря, вы хотите решать свою проблему. В каком контексте вы хотите решать свою проблему. Вот. И что за противоречие у вас. Смотрите. То есть, почему противоречие, да? Почему так? Потому что апатия, которая у вас есть, да? Апатия. Это свидетельство определенного давления на вас. И важно понять, что именно давит. Потому что без этого помочь вам будет сложно. Вот. На мой взгляд. Да. Ну, опять же, непонятно, в чем именно вы хотите помощи для себя. Да. То есть, вот два варианта. Либо вы пытаетесь достичь чего-то в своей профессии, пытаетесь добиться какой-то самостоятельности в ней, в этой профессии. Либо вы, значит, стремитесь к тому, чтобы принципиально изменить свою деятельность, принципиально поменять сферу своих, значит, профессиональных вложений, вот. И, возможно, получить образование, возможно, освоить какую-то новую профессию, где бы вы могли, ну, больше реализовываться. Вот. Ну, а в таком случае было бы здорово, если бы вы отдельно заострили бы внимание на том, как вы пришли в свою профессию, которая у вас есть. Вот. Мне думается, что так. Еще раз повторю, я вас не обговариваю, не осуждаю вам, ничего такого. Просто пытаюсь выявить вашу проблему. То есть, сперва нужно выявить проблему. Смотрите. Вот. В чем она у вас? На мой взгляд, это проблема в том, что вы не чувствуете себя любимой, не чувствуете себя значимой, не чувствуете себя нужной и так далее. А это проблема, во-первых, детско-родительских отношений, во-вторых, это проблема восприятия себя. И если это подкорректировать, да, ну, то есть, сперва нужно получить об этом более более подробную информацию, более полную информацию. Вот. Значит, если это подкорректировать, да, то я полагаю, что ответ на вопрос о том, что вам делать, он придет сам с собой. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете вы лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!